дорогие друзья всем доброго дня мы с вами продолжаем знакомиться с новинками летних коллекций сейчас мы идем в массе мадути и я вам показываю свой образ дня на мне комбинезон от бренда манга балетки от аркет топ zara под комбинезоном и сумка эрмес а украшение серьги у меня массе мадути а колье и браслет от датского бренда пилигрин я уже подобрала несколько вещей для примерки и мне не терпится их вам показать и первый образ это костюм пижамном стиле все это продается конечно же по отдельности но мне захотелось примерить именно костюмом ткань сжатая очень удобно такую ткань брать с собой в путешествие рукав не очень длинный и зауженный книзу то есть рукав как бы не то что он не очень длинный он стандартный с широким манжетом брюки на кулиске широкого кроя есть кармашки посмотрите как смотрятся брюки достаточно широкие палаццо рубашку я надела на выпуск мне нравится как это смотрится вообще хороший костюм приятная легкая летящая ткань посмотрим потом ее состав подобные вещи рубашку и брюки я брала бы именно костюмом потому что мне нравится как это все смотрится очень стильно современно рубашку также можно носить и вторым слоем под низ надеть майку или топ и также эти две вещи можно носить абсолютно самостоятельно по отдельности но здесь надо учитывать длину брюк обратите внимание стоимость рубашки 60 евро примеряла я в размере с она оверсайз брюки стоит 80 евро и состав стопроцентная цитат знаете по ощущениям как будто вискоза сейчас я рубашку сменила на топ а брюки оставила те же топ застежкой halter здесь спереди образуется небольшой хомут топ не очень длинный его можно носить как на выпуск таки и заправить модель топа расклешенная то есть он снизу достаточно широкий ткань натуральная в таком топе летом точно будет не жарко в нем очень много воздуха он не обтягивает и его можно спокойно носить без бюстгальтера то есть он не выделяет грудь совсем то есть если хочется надеть что-то абсолютно легкое то вот пожалуйста у него сзади открытая спина но мне нравится как он смотрится очень стильный топ и с этими брюками кстати смотрится тоже очень классно несмотря на то что и топ расклешенный и брюки расклешенные но не знаю все это вместе как-то на мой взгляд гармонично смотрится в таком образе можно даже выйти вечером куда-нибудь в ресторан надеть какие-нибудь крупные серьги взять сумочку и будет отлично 40 евро стоит топ примеряла я в размере с 52 процента льна и 48 вискозы и сейчас с этим топом я примеряю брюки топ я заправила но знаете как-то я думала что они будут сидеть немножко по-другому у них застежка сбоку как на юбке то есть нет спереди гульфика по бокам по два защипа широкий пояс без шлевок и они не знаю достаточно короткие даже мне вот обратите внимание может быть у них модель как раз укороченная на высоких девушек ну смотрите обратите внимание на вот эти детали мне эти брюки не очень понравились я все-таки думала что они будут сидеть немножко по другому и вот сейчас я топ надела на выпуск с этими брюками ну так неоднозначно 70 евро стоят брюки примеряла я в размере 36 состав стопроцентный лен также я взяла на примерку вот такое платье открытое сарафан на тоненьких бретельках широкая пройма и но в принципе ничего не выглядывает он хорошо сидит вот это вот украшение здесь такая вышивка из бисера и знаете она так утяжеляет это платье оно с одного боку такое тяжеленькое прям длина практически макси видите нету разреза с одного боку от другого есть асимметричный разрез натуральная ткань ну в общем то на лето тоже можно рассмотреть хороший цвет на взгляд на ноги можно надеть какие-нибудь сандалии или шлепки прекрасная вещь для отдыха летнего я также думаю что это платье будет замечательно смотреться с босоножками на каком-нибудь каблучке вот такая у него спина смотрите ну наполовину открытая стоит она 100 евро примеряла я в размере с и его состав стопроцентный лен еще один расслабленный летний костюм но теперь уже с юбкой вообще в массе мадуте в этом году очень много подобных расслабленных вещей из натуральных тканей но они конечно абсолютно не подходят к городским образом больше для курорта какого-то отдыха но хотя эту юбочку в принципе можно использовать конечно и в городе только сверху надеть какой-нибудь другой топ юбка это на подкладке ткань натуральная мне в этом костюме нравится вот эта контрастная черная полоска юбка разрешенная и мне кажется нам будет очень хорошо смотреться с белыми босоножками или с черными босоножками с тоненькими ремешочками чтобы поддержать именно вот эту контрастную полоску но а вот эта туника она будет хорошо смотреться с какими-то летними также льняными шортами или льняными брюками это туника свободного кроя у нее расширенный рукав и спущенная линия плеча по бокам разрезе ки и также она к низу идет немножко расширена и туника 70 евро примеряла в размере xs юбка 80 евро примеряла в тридцать шестом размере состав 72 процента льна и 28 вискоз также я взяла на примерку макси рубашку и под низ надела широкие льняные брюки рубашка цельнокроеный рукав широкая застегивается только на две пуговицы достаточно прозрачная то есть под низ надо надевать либо топ либо купальник можно у этой рубашки v-образный вырез и нету воротника а брюки я примеряю льняные они палаца у них есть складка пояс цельнокроеный и складки посмотрите какой роскошный разрез находится с одной и с другой стороны на двух ногах в общем брюки супер рубашку я думаю что подобную рубашку нужно носить либо вторым слоем как кафтан так сказать либо применять вот допустим при походе на пляж надевать на купальник на ноги шлепки или сандалия может быть вообще даже сланцы если мы идем на пляж купальник соломенная сумка и замечательно и кстати меня спрашивали колючий ли лен лен вообще не колючий мягкий приятный к телу брюки стоят 80 евро примеряла я в размере 36 это стопроцентный лен а рубашка примеряла я в размере xss стоит она 70 евро и это также стопроцентный лен и также к этим льняным брюкам можно приобрести льняное кимоно получится летний расслабленный костюм на одной полочке смотрите вот так вот отворачивается есть отворот и что-то получается по принципу ворота широкий рукавбин с манжета сбоку разрезик он носится кимоно носится по принципу запаха видите тут есть завязочка внутри и другая завязочка снаружи очень мягкий комфортный костюм можно применять даже и дома носить и на даче носить можно удобно не сковывать никаких движений и также можно использовать и то есть выйти куда-нибудь но это конечно абсолютно такая расслабленная курортная вещь то есть вещь для отдыха также можно пойти на пляж в такой вещи или погулять где-нибудь на набережной днем ну и конечно можно носить это все по отдельности у кимоно посмотрите как сзади есть складка центральные встречные которая застегивается на такой клапан вот так выглядит сзади и я примеряла в размере с стоит 80 евро и состав стопроцентный лен опять же я не стала менять брюки и сверху надела рубашку очень красивая рубашка конечно так красиво расшита выбитый рисунок посмотрите ну на самом деле ничего не просвечивает все выглядит прилично достойно но рубашка мне очень понравилось рука стандартный с маджетом на одной руке я подкатала я ее надела на выпуск хорошо смотрится мне кажется она с этими брюками мне понравилось здесь качество ткани плотная но в то же время мягкая не знаю хлопок это или что потом посмотрим и еще раз вам показываю как сидят брюки они застегиваются сзади и сбоку на молнии брюки прям не знаю роскошные мне не так понравились но на рубашку я тоже думаю можно обратить внимание если кто-то ищет такую интересную рубашку с изюминкой то мне кажется прекрасный вариант мне кажется на лето такая рубашка хороший вариант потому что ее можно надевать допустим на какое-нибудь платье с тоненькими бретельками там белевом стиле и просто сарафанчики такие и мне кажется она будет очень красиво смотреться но это вариант для тех кто любит вот так вот подвязывать спереди тоже можно так ее использовать ну красиво красиво она смотрится конечно вот это вот вышивка придает шарма этой рубашки и кстати покажу вам спину на спине тоже есть вышивка вот видите очень красиво мне прям она очень понравилась эта рубашка если бы у меня не было я бы купила себе стоит она 70 евро примеряла в размере с и ее состав стопроцентный хлопок до стопроцентный хлопок в этой рубашке и еще я взяла на примерку платье которое выполнено вверх выполнен в виде майки и внизу такая вот легкая фолдящая юбочка очень интересная ткань у этого платья вроде бы как немножко сжата и в то же время как резинка но это платье ткань не стягивает тело то есть она легкая свободная и в общем на лето хорошо мне кажется она подходит в нем не будет жарко и внизу юбочка обратите внимание что юбочка немножко просвечивает но мне кажется знаете хочу обратить ваше внимание что ткань немножко такая как объемная и это платье может полнить сверху я надела сейчас рубашку на это платье мне кажется смотрится здорово можно так подвязать посмотрите но мне нравится фасон у этого платья сейчас кстати очень актуальный но сейчас я на это платье накинула кимоно льняное мне кажется что образ стал еще более расслабленный в принципе платье и так выглядит очень по летнему и если сверху надеть вот это кимоно то весь образ мне напоминает стиль джельсандер и подобного плана балетки как у меня сейчас мне кажется очень хорошо по стилю вписывается в этот образ но единственное что я бы взяла бы их посветлее 80 евро стоит платье примеряла в размере с 73 процента вискозы и 26 процентов полиэстера и еще одно платье которое я взяла на примерку она конечно выглядит очень расслабленно и у него мягкая просто супер мягкая ткань длинный рукав очень длинный рукав удлиненный без манжета на резиночке у него талия с двух сторон разрезы есть карманы и ворот кстати у этого платья затягивается то есть его можно затянуть посильнее а можно сделать вот так допустим на одно одно плечонок оголить либо полностью там плечи с двух сторон сделать вырез такой как этот называется лодочкой да и можно затянуть ворот потуже то есть это уже кому как нравится то есть можно варьировать в этом смысле у платья есть подкладка потому что ткань прям знаете настолько тонюсенькая настолько нежная и конечно же привлекает внимание расцветка этого платья я вот обратила внимание именно на цвет и он немножко как вываренный и посмотрите показываю вам как сзади то есть сзади такой вот разрез есть на пол спины и веревочки стоит это платье 100 евро примеряла я его в размере с это стопроцентный хлопок а подкладка стопроцентная вискоза и сейчас давайте с вами заглянем зара взяла я на примерку костюм юбка рубашка выбитый рисунок у этой ткани пуговицы нет уже потерялась кто-то оторвал пуговку рукавчики укороченные и завязываются посмотрите вот так узлами с двух сторон юбка имеет тоненький поясок и она выполнена в стиле баллон модный сейчас стиль я надела рубашку на выпуск мне показалось что так выглядит лучше под низом у меня мой топ не очень мне понравилось ткани у этого костюма слишком мягкая но в не очень хорошем смысле этого слова как будто знаете застирали эту ткань или она просто не очень хорошего качества ну вот юбку я заправила вернее рубашку я заправила в юбку сейчас в принципе можно и так носить ну фасон конечно сейчас этот очень модный ну вот я не знаю как я уже сказала не очень мне понравилось само качество ткани стоит рубашка 30 евро примеряла в размере с это стопроцентный хлопок а юбка стоит 50 евро примеряла в размере с состав такой же еще взяла костюм пижамном стиле но он приукрашен тем что расшир бисером посмотрите вдоль полочки на рукавах и еще на брюках виде лампасов у этого костюма симпатичный цвет ну вот опять же знаете мне почему-то не нравится качество брюки на кулиске завязываются затягиваются ну знаете вот как бы может быть брюки лучше одни бы смотрелись с каким-нибудь топом или другой рубашкой а вот эта рубашка не знаю мне кажется выглядит очень дешево ну что-то не то во всяком случае как-то не везет мне последнее время в zara или у нас магазинах ничего нету как-то вот не нахожу я вещей которые бы мне понравились вот прямо так вот безоговорочно что называется брюки стоит 50 евро примеряла я их в размере с рубашку примеряла в размере м и стоит она тоже 50 евро состав ткани стопроцентная вискоза ну хоть состав хороший еще решила померить брюки с леопардовым принтом и взяла наверх рубашку бежевого цвета брюки знаете сидят очень странно ну хотя print мне здесь понравился рассветка неплохая и рубашка такая хлопковое поло в общем немножко странновато брюки на самом деле имеют очень модный фасон но мне такой фасон не очень нравится мне кажется не немножко портит скажем так фигуру эти брюки но это опять же таки на любителя если нужно быть супер тренде то эти брюки можно рассмотреть потому что в принципе они неплохого качества хороший леопард у них тем более что леопардовый принт сейчас невероятно моден хотя вот как по мне леопард это все-таки классический принт но сейчас он просто стал наиболее актуален рубашка стоит 30 евро примеряла в размере с ее состав 57 процентов хлопка 47 полиамида и брюки стоят 50 евро примеряла в размере с и 98 процентов хлопка 2 эластана и еще одна вещь с леопардовым принтом это топ и вниз я надела такие брюки объемные на множестве защипов посмотрите как у них интересно сделан пояс такой как будто незаконченный но тоже опять же фасон знаете вот на любителя я хочу сказать а топ достаточно интересный такой в стиле гане очень хорошая такая хлопковая тоненькая ткань прям на жаркое лето хорошая вещь точно не будет жарко и я думаю что можно стилизовать как-нибудь по-другому с какой-нибудь черной сатиновой юбкой макси будет хорошо смотреться с джинсами естественно там с шортами этот топ внизу имеет кулиску на которую присбирается то есть он немножко такой как по принципу бомбера выглядит брюки стоит 60 евро примеряла в размере с их состав 87 процентов хлопка 13 полиэстера а топ 26 евро примеряла в размере с стопроцентный хлопок а сейчас давайте поднимемся на последний этаж торгового центра здесь у нас представлены товары для дома здесь продаются товары начиная от среднего ценового сегмента и заканчивая люксовыми брендами товаров для дома дорогой хрусталь дорогое постельное белье можно купить искусственные цветы здесь они тоже хорошие как натуральные но и стоит не дешево вот смотрите такие вот деревья продаются в общем то выглядят они очень хорошо такого размера искусственные растения стоит примерно от 300 евро начиная здесь можно купить товары бренда бакара хрусталь хрустальные бокалы графины шикарные вазы очень красивые чайные и столовые сервизы есть вот такая посуда но она не очень дорогая такая маленькая чашечка стоит 20 евро то есть вот в таких вот пределах вот эти графины мне нравится кстати очень симпатично смотрится но эту металлическую посуду я бы не очень складывала еду а вот графин красивый и летом обычно представляет коллекции посуды для террасы эта посуда выполнена из пластика но даже вблизи никогда не скажешь что это пластик то есть можно понять что это пластик для этого нужно потрогать руками очень красивые наборы конечно пластиковые бокалы часто применяют возле бассейна потому что стекло это небезопасно ну и так как летом большая часть приема пищи завтраки обеды и ужины проходят на террасах то эта посуда пользуется большим спросом посмотрите какой бокал для мартини и тарелочки все отделаны под бамбук очень симпатично смотрится а это коллекция джунгли называется тоже очень красивая из бамбуковой коллекции есть еще бокалы под вино посмотрите тоже симпатичные и даже бокалы под шампанское имеется то есть можно собрать прекрасный набор посуды а эта коллекция посуды представлена в морской тематике видите бокалы стаканы сделаны с отделкой под коралл очень симпатично и также можно купить тарелочки и в цвет бокалов посмотрите какая красота все это здорово комбинируется между собой можно собрать просто великолепные наборы посуды интересные с различными расцветками посмотрите как это все красиво можно сочетать и даже салатные ложки вот еще больше посуда из коллекции джунгли они изображены различные животные слоны леопарды тоже мне кажется очень красиво салатная чашка с набором сразу же ложки идут жирафы изображены и есть в наборе стаканчики это все пластик и каждый год представляются различные коллекции всегда очень красивые но мне кажется что такую посуду нельзя мыть посудомоечной машине она может потрескаться при высокой температуре хотя если поставить посудомойку не на высокую температуру то в общем то наверное да мне всегда нравились вот такие дощечки для сыра всегда подать сыр на такой дощечке очень эстетично выглядит красиво смотрите приспособление для заваривания кофе от дольче габбана конечно пестрит красками но не знаю мне вот как-то больше вот такие спокойные нравятся вещи без такой пестроты вот очень красивая ваза но честно не представляю какой букет сюда можно поставить но смотрится она здорово и еще мне понравилась вот эта ваза с ананасами под фрукты шикарно будет смотреться мне кажется в общем здесь у нас очень много красивой посуды здесь вот еще различные пластиковые тарелки стаканы и салфетки есть посмотрите можно купить все что захочешь ложки вилки тоже подходящие под этот стиль держатель для салфеток в общем имеется все и также есть скатерти и вот такие вот индивидуальные салфетки видите и для морской тематики и для темы джунглей всякие какие хочешь классно вот с кораллами очень красивые да и с рыбками тоже дочка показывает ее ногти подходят к этим салфеткам а вот смотрите вот так оформлен стол пример как образец оформления и еще вот такой вот вариант есть тоже по моему очень симпатичный так по летнему и в то же время очень нарядно вот я не очень люблю искусственные цветы а вот искусственные орхидеи мне нравится они все время смотрятся очень натурально также здесь представлены красивые бокалы обожаю вот такие вот бокалы широкие это набор который состоит из разных бокалов под разные типы вин посмотрите какие пока тоненькая ножка наверное очень хрупкие я бы поперебила бы все очень красивые но дорогие дорого стоит цена здесь представлена за два бокала но получается один бокал среднем 80 евро а есть даже бокалы где-то по 160 евро один бокал ну конечно дороговато но они просто шикарные и видите здесь написано какой бокал под какое вино идет как будет раскрываться вино подобном бокале вот смотрите есть еще вот такая вот посуда тоже из пластика но она уже попроще ну тоже в общем-то симпатичной можно красиво стилизовать ой какая милая черепашка сюда можно кстати складывать какие-то свои колечки сережечки здесь также можно купить и мебель для террасы посмотрите какой классный зонтик такой зонтик навеивает атмосферу релакса просто здесь также много представлено вот такой вот посуды это по моему французский бренд но у меня есть эти две кастрюли вы такие я ими очень довольна классная посуда но здесь прям такой огромный ассортимент даже чайник есть различные подносики для запекания лопатки перечницы надо же я даже не знала что этот бренд выпускает такой ассортимент у его такая штучка мне наверное нужно для запекания камамбера да сейчас посмотрю что есть еще смотрите кружечки есть чайники для чая и кофейники стаканчики смотрите есть еще вот такие вот сковородки и что-то наподобие сковородок невысокими бортиками кстати на таких хорошо стейки жарить ну на этом друзья наш поход по магазинам закончен я очень рада что вы провели это время со мной надеюсь что вам было интересно пишите комментарии ставьте лайки если видео понравилось подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм и до скорых встреч новом видео всем пока